Всем привет! Сегодня у меня для работы автоклава скумбрия. Я её купила 7 килограмм. Пойдёт она у меня вот в такие баночки. Я её просто уложу со специями и в автоклав. В прошлом году я попробовала сделать с кашей, с овощами, с томатом. Ничего нам это не понравилось. Нам понравилась обычная, простая рыба. То есть консервы из рыбы, просто одна рыба. Ничего добавлять я туда не буду. То есть вот так, вот так, методом вкуса тыка. И пробуем, и выявляем свои предпочтения. Поэтому рыба у меня вся уже почищена, вымота, убрана. Вся чернота туда. Сейчас я просто нарезаю на кусочки и укладываю в банки туда. Соль, перец горошком, лавровый лист и закатываем автоклав. Вот такой простой, незамысловатый рецепт. Сначала я подготовлю банки, а для этого я туда по чуть-чуть налью воды, чтобы растворить соль. Банки я предварительно не стерилизую, я просто мою в посудомоечной машине. У меня теперь есть машина, и машина за меня делает мою работу. Ни крышки не стерилизую, ничего. Теперь раскладываю соль. Вот так, вот столько. Как по прошлому году делала, я посмотрела свои видео, нас устроила полностью соль. И поэтому столько же и в этом году кладу. Половину чайной ложки. Перец горошком, по 3-4, где как возьмется. Соль вот так разболтаем, чтобы она растворилась, не оседала на дно. И добавим по граммульке лаврового листа. Понемножку я добавляю, чтобы не было сильно выраженного вкуса лаврового листа. И теперь разрезаем рыбку на дольки. Вон, посмотрите, какая у меня доска для рыбы. Вон даже тут скумбрия нарисована. Плавники я не обрезала. Как есть, так и оставила. Хвостики только уберу. Вот так. И запаковываем. Кстати, баночки взяла поменьше, 0,45. Вот так. И всё. Итак, рыба у нас уложена. Со всего количества у меня осталось 3 рыбины. Это здорово. Я думала, вдруг не хватит. Как раз хватило, даже осталось. Ту я посолю. Или что-то приготовлю. И теперь просто закрываем крышками. Крышки я просто помыла сейчас под краном. Ни в кипятке не заваривала. Ничем. Просто помыла. Потому что они у меня новые. Итак, все банки у нас готовы. Вот такой вид они имеют. Вот так. И в инструкции к автоклаву. Вот автоклав. Домашний стандарт. Да, я буду стерилизовать в автоклаве домашний стандарт. На пару. Здесь рецепта нет. Но просто есть продукт рыба. 115 градусов 60 минут. Вот так и буду делать. 15 градусов. Как в прошлом году. Всё получилось очень хорошо и здорово. Вот в этом автоклаве стерилизуется наша рыбка. При 115 градусах. Вот уже совсем немножко мне осталось. Буду скоро вынимать. Остывает моментально. Вот буквально через полчаса. Давление падает на ноль. И всё. И уже крышку можно открывать. Так, прошло время. И вот я вынула нашу скумбрию из автоклава. Вот. С такой жидкостью. Вы же помните, что я не наливала туда ни растительного масла, ничего. Только столовую ложку воды, чтобы растворилась соль. И вот сколько там жидкости. Это всё жирок. Всё жирок. От скумбрии. Вот только-только вынула. Горячий ещё. Ну, завтра откроем одну баночку. Сразу и супчик сварю. Рыбный. И попробуем. Итак. У нас второй день. Наша рыбка. Вот. Как была такая и осталась. Она тут не застывает. Вот эту баночку сейчас мы откроем. Открываю я обычной открывашкой. Я до этого не умела открывать. Как-то вот магазинные банки. Я спокойно приносила мужу, но у меня смысла не хватало. А муж спокойненько откручивал. Эти банки так не откручиваются. Банки у нас он может вот так. Вот так вот надавить. У меня когда-то получается, когда-то не получается. Вот этот раз не получается. Но бывает, что и получается. Я уже попробовала, не получается. Поэтому открываю вот в обычной, обычно открывашке. Я уже знаю, где мне подковырнуть. Пок. И всё. Ловкость рук. И эта крышка также пойдёт на следующий, на второй, на третий, на десятый раз. Ничего с ней не делается. Она не портится. Так. Рыбка пахнет консервами. Кто бы мог с собой не сомневаться. Но здесь не только жир, здесь водичка, которой была напитана рыба. Я думала, только мясо напитано. Что-то я в прошлом году уже не помню, какая там рыба была. Ну, здесь. Я сразу выкладываю всё из банки, потому что сейчас я уже буду готовить, и она мне пойдёт в суп. Рыбный суп сделаю. Ой, вообще красота. Соли сразу скажу, угадала. Ну, я не угадывала. Я в прошлом году уже сделала. И уже знала, сколько. Сейчас покажу поближе. Вот такая красота вблизи. Вот. Твёрдые кусочки хорошие. Они разваленные. Никак мясо в тушёнку превращается. Здесь прямо вот хорошие-хорошие кусочки. Так. Сейчас мы выколопаем косточку. Возьмём её в руки. Больше никак не показать. И посмотрим. Вот. Как консервы. Вот они мягкие. В труху. В труху превращаются в труху. Вы не думайте, что прямо это я руками залезла. Значит, это что-то плохое случится. Нет. В свой рот пойдёт. В свой рот. Вот такая красивая, вкусная получилась у нас рыбка. Пробуем. Он что пробует? Рыба как рыба. Ой. Не, даже, наверное, немножко пересолила. Чуть-чуть. Чуть-чуть пересолила. Но консервы, они всегда все чуть-чуть как будто бы пересолены. Но... Я же не одну всегда ешь с чем-то. И салат какой-то, и с бутербродом, и с картошкой, и в супе. Так нормально. Зато хорошо сохранится. Так-то я соль положила норму прямо. Ну, самую-самую норму. Ну, у нас тут где-то местами. Где-то, видимо, попала соль. До конца ещё не раст... Вот тут взяла. Вообще, как будто не солёная. В самом низу же она была. Наверное, просолиться ещё какое-то время должна постоять. Наверное, все вот так вот от банки взять. Пошевелить. Вот тут солидовато будто. А здесь совсем... Да, плохо столь разошлась. Ну... Вот если бы сам руками не делал, никогда бы не подумал, что... Что это? Твои консервы, чтобы это ты всё сделал. Конечно, не без помощи автоклава. Но это так вкусно, это так натурально. Это вообще так здорово. Ну, всё. Спасибо, что вы были со мной. Вот такое коротенькое видео. Но надо было всё равно показать и рассказать. Кстати, плейлист, где у меня рецепт автоклава, сейчас у меня самый популярный. Самый популярный. Все смотрят. И рано или поздно эти автоклавы будут как... Не знаю. Как какой-то кухонный агрегат во многих-во многих семьях. И все будут так делать. И так что эти видео будут очень популярны. Все будут искать рецепты. И я очень довольна, что у меня он есть. Что я могу такие-такие вкусности производить. Того и вам желаем. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok